Заглянуть в будущее можно уже сейчас. Фантастическая киноновинка «Сто лет тому вперёд» с Алисой Селезнёвой уже в прокате. А вот насколько впечатлили новые приключения и вдохновила ли игра актёров первых зрителей с премьеры Альбина Ламкова? Слышу голос из прекрасного водолёта. Я всегда буду гордиться тобой. «Сто лет тому вперёд» о школьниках, оказавшихся в будущем. Телевизионный фильм Павла Арсенова «Гости из будущего» 1984 года не менее легендарный. Тогда советский школьник понимал значение выражения Алиса Милофон. Алиса! Милофон! Алиса! Ныщая картина режиссёра Александра Андрющенко отвечает моде, захватившей современный российский кинематограф. Идёт некоторое переосмысление жемчужины советской художественной культуры. В данном случае в круг ассоциаций попадает и легендарная повесть Кира Булычёва о приключениях Алисы Селезнёвой и Коли Герасимова. Мне очень понравился этот фильм «Сто лет тому вперёд». Хорошие актёры, много ярких моментов, спецэффекты. Теперь появилось желание посмотреть старый фильм «Гости из будущего». В новой экранизации повести школьники снимают сториз, сражаясь с космическими пиратами. Не думая о том, что вскоре столкнутся с ними наяву, премьера представит и совсем иную Алису Селезнёву. Здесь она с розовыми волосами. Вечные темы разворачиваются на фоне контрастных пейзажей настоящего и будущего. Я бы, главное, пугана оказаться в будущем. Но там, судя по фильму, всё изменено, всё интересно и совсем по-другому. Мне кажется, главный герой, мальчик, он очень напуган в них. Ему, мне кажется, очень крайне интересно, что в будущем произошло и как он вообще туда улыбился попасть. Яркие спецэффекты в виде космического оружия и внеземных существ не оставят зрителя равнодушным. Семейное кино уже ждёт зрителя. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Чугесия.